Здравствуйте, друзья! Сегодня я, украинский историк и политолог, расскажу вам, почему космос не для русских. Мне кажется, что сами русские уже поняли, что космос не для них. Буквально сегодня разбилась российская космическая программа Луна-25, которая готовилась, чтобы не соврать, почти 50 лет с 1976 года. 50 лет, сколько денежек выброшено по официальным данным за последние годы только на 300 миллионов долларов. Ну, реально, конечно же, больше. Мы все это прекрасно понимаем. И вот, очень забавно читать российские патриотические статьи, которые были посвящены этой программе. Одна из них называлась на сайте Первый Русский. Порвали Украину, восхитили США, напугали Германию. Порвали Украину, восхитили США, напугали Германию. Русский проект, ставший сенсацией. Смог напугать Германию, США и порвать Украину, у которой прибавилась еще одна фобия. Русские же рассматривают новую лунную программу, как триумфальное возвращение некогда утерянного статуса главных покорителей космоса. С разгонным блоком фрегат с космодрома Восточный стартовала ракета с межпланетной автоматической станции Луна-25. Напомню, Луна-24 была в 1976 году. И вокруг этой Луны танцевали россияне очень долго. Вот я вам сейчас процитирую заявление руководителя РКК «Энергия» Николая Севастьянова. Постоянную станцию на Луне мы планируем создать уже к 2015 году. А с 2020 года может начаться промышленная добыча на Луне редкого изотопа «Гелия-3». Севастьянов также отметил, что в 2015 году будет введен в эксплуатацию многоразовый корабль «Клипер», с помощью которого и будут осуществляться полеты на Луну. Ну, короче, Ося Бендер обзавидовался таким новым Васюкам, которые россияне рисовали вокруг этой Луны. А что же в действительности получилось из этой станции, которую, напомню, Путин лично рассказывал, что миссия полетит в 2018 году, в следующем году, и что миссия полетит на полюса. Он сказал, что на полюса будут садиться на лунной программе, потому что на полюса, мол, лучше всего садиться. Короче, это все было похоже на советский анекдот о том, как политбюро запускало ракету на Солнце, а косминавты начали немножко поднимать голоса, что там же жарко, там же солнце, там же все сгорит. А Брежнев сказал, что вы думаете, в политбюро дуряки сидят? Полетите ночью. Ну, короче, россказней об уникальных технологиях было огромное количество. Огромное количество. Все это закончилось разбитием этой программы. А лунную, так сказать, твердь. Лунную твердь. Интересно, не вызвала ли еще МИД России и Манька Захарова посла Луны на ковер? Или завели уголовное дело с личным контролем Бострыкина на Луну? Можно на орбиту завести. Завести на орбиту или на Луну уголовное дело. А Канашенко мог бы сказать, что все цели на Луне поражены российской ракетой. Чтобы прекратить эти зубоскальства и перейти к серьезным вещам, нужно сказать, что Россия планомерно выкатывается из космоса. Еще в начале 2000-х годов, в 2000-х годах Россию называли извозчиком, космическим извозчиком, потому что она своих аппаратов создать не могла, но могла возить чужие. То есть свои собственные аппараты было создать сложно, невозможно, но пуски за счет задела, который был осуществлен в советское время, пуски осуществлялись достаточно массово. И в какой-то момент Роскосмос контролировал 80% всех коммерческих запусков. То есть огромное количество. То есть многие страны обращались, потому что в СССР были тяжелые ракеты, которые Россия унаследовала. И вот прошло всего каких-то там лет 5-7, и компания частная, компания Илона Маска, ну там множество инженеров работает умных, вышвырнула Роскосмос и полностью отобрала у него эту нишу, оставила его с нулем космических коммерческих запусков. Теперь никакого зарабатывания денег российской космической отрасли на этих запусках нет. Теперь Россия даже не из возщих в космосе, а вообще никто. А вот и ракета, как вы знаете, Falcon 9 называется, главный ракетоноситель компании SpaceX, компания Маска, частной компании, практически полностью вытеснила с рынка российскую ракету Proton. Обе тяжелые ракеты, но Falcon и дешевле и надежнее. То есть, если в 2013 году у России была еще половина всех космических запусков, то сейчас ноль. А все почему? Потому что у русских руки не стоят космосу. Была одна даже очень смешная история в том же 2013 году, как завалился этот протон российский, сразу же вылетел, очень такую удачную, красивую дугу описал и стукнулся уже в земельную твердь, а не в лунную, Proton M. И вот эта вот авария произошла из-за очень интересной и показательной истории. Из-за, как сказано было в материалах расследования, нештатного функционирования датчиков угловых скоростей, заявил заместитель главы Роскосмоса Александр Лопатин. Короче, смысл в том, что в каждой ракете Proton по три датчика этих угловых скоростей. И вот один из этих датчиков, какой-то российский, не сказал бы что, мастер, но кузнец, кузнец, он взял его и забил не той стороной, поскольку он не залазил, он его забил молотком, этот датчик, ну, соответственно, вверх ногами. Ну, если такой датчик так прибит, соответственно, ракета тоже полетела вверх ногами. Были потеряны три спутника GLONASS. Кстати говоря, все знают, что такое GPS. Знает ли кто-то, что такое GLONASS в России? Мне очень интересно. Знает ли там кто-то, что это такое? И пользуются ли этим GLONASS? И было множество похожих историй, когда российские ракеты, например, кстати говоря, разработанные, доработанные в Воронеже, были все, ну, сначала аварии, а потом были возвращены, потому что в этом Воронеже затырили драгоценные металлы, вытащили, выплавили драгоценные металлы, и, соответственно, вся партия ракет была поддана новому какому-то анализу. Почему это привело? По-моему, пока что ни к чему. Потому что ясно, что доработка идет долгое время. Один раз была вообще очень смешная история с российским космосом. В день получения Томаса об автокефалии Украинской Православной Церкви, когда Вселенский Патриарх в Константинополе и Синод, соответственно, Вселенского Патриарха решали вопрос об автокефалии. Это октябрь 2018 года. И Россия запустила тогда, в тот день, наверное, специально, запустила в космос ракету «Союз». Она не падала до того 40 лет. Это ракета «Союз». То есть она разработана в советские времена. И, в принципе, вышли на безаварийность. И вот в этот день в Томас Россия решила показать, что вы решаете там какие-то религиозные вопросы средневековые. А Россиюшка запускает ракету в космос. И вот эта ракета «Союз», которая не падала 40 лет, в этот день треснулась в небесную твердь. И три космонавта, правда, выжили. Они туда, значит, эвакуировались таким образом. Но вообще очень была показательная история, потому что в такой знаменательный день никто не погиб, но всем было ясно показано, что кто есть кто. И в чём же причина? Причина в том, что русские не любят работать. Не любят работать ни руками, ни головой, ни вообще ничем. Только если своровать чего-нибудь, они руками могут поработать. И если придумать какую-то подлость, тоже головой могут поработать. Остальное всё не для них. А остальное не про них. То есть они ничего не любят. Вот вы пили, например, вино египетское или турецкое когда-нибудь. Ну, гадость же редкая просто. Это же пить невозможно. А почему? Потому что ни турки, ни египтяне не любят то, что они создают для, ну, так сказать, неверных, да? Или, ну, для них мусульман. То есть они не любят храм или как там называется в их праве. Это вся вещь, это вся гадость, которая вообще, вино это. То есть, если вы возьмёте вино, созданное им, любой продукт вообще, созданный людьми, которые его любят, то получается, соответственно, хорошая вещь. Вот немцы любят работать. И все машины во всём мире немецкие почти самые лучшие. Потому что они любят работать. Японцы тоже, может, не так много любят работать. Точнее, очень много любят работать. Но немножко не так. И тоже машины очень хорошие по-своему. Потому что они это всё любят, вот эту иерархию, чтобы всё было стройненько, чтобы эти машины миллионными тиражами стояли в строю. А у русских космос не выходит, потому что они не любят ни считать, ни работать руками, а любят то, что я сказал. И вот, например, есть такое воспоминание одного художника российского Юрия Аненков о том, что русские любят. Я, как историк вам, это сейчас очень хорошо процитирую. В 1918 году, в 1918 году, вот этот Юрий Аненков пишет о своём личном опыте, о том, что любят русские. В 1918 году, после бегства Красной Гвардии из Финляндии, я пробрался в Кокколу, чтобы заглянуть на мой дом. Взглянуть на мой дом. Была зима, обледенелые горы человеческих испражнений покрывали пол. По стенам почти до потолка замёрзшими струями желтела моча и ещё не стерлись помётки углём. Два оршина, два вершка, два оршина, пять вершков, два оршина, десять вершков. Победителем в этом своеобразном чемпионате красногвардейцев, ну, то есть по ссанию вверх. Оказался пулемётчик Матвей Глушков. Он достиг два оршина, двенадцать вершков, высоту. Вырванная с мясом из потолка висячая лампа была втоптана в кучу испражнений. Возле лампы записка «Спасибо тебе за лампу, буржуй, хорошо нам светило». Половицы расщеплены топором, обои сорваны, пробиты пулями, железные кровати сведены смертельной судорогой, голубые сервизы обращены в осколки, металлическая посуда, кастрюли, сковородки, чайники доверху заполнены испражнениями. Непостижимо обильно испражнялись повсюду, во всех этажах, на полу, на лестницах, на столах, в ящиках столов, на стульях, на матрасах, швыряли кусками испражнений в потолок. Вот еще записка «Понюхай нашего говна, ладно, воняет». Написано на великороссском диалекте. На третьем этаже единственная уцелевшая комната. На двери записка готов командир на столе ночной горшок с недоеденной гречневой кашей и воткнутой в нее ложкой. Писал художник Юрий Аненков о том, что очень хорошо получилось у красноармейцев российских в его поместье. но русские могут сказать «А вы-то, вы-то, че, украинцы, что вы можете?» А я вам скажу так, что вот вам руководящий состав научно-исследовательского бюро ракетных двигателей, где был Глушко, но ясное дело, украинец, директором. Это научно-исследовательское бюро ракетных двигателей фактически послевоенное время разработало все ракеты в Советском Союзе. И вот какие у него заместители у этого Глушко, Глушко у директора украинца. Заместитель директора Севрук тоже украинец. Заместитель другой директора Жирицкий тоже украинец. Третий заместитель директора Королев тоже украинец, который вообще-то Москаленко по маме и который писал, что он украинец, пока ему не сломали в НКВД застенках челюсть этому Королеву. Был у них правда еще один заместитель, но он был из Украины тоже, но он был немец, православный кстати говоря немец, Лангемак, автор Катюш и термина космонавтика, но этого Лангемака замучили в застенках НКВД еще в 1938 году человека, который выдумал Катюшу и выдумал термин космонавтика и замучили его, потому что на него стукнул один русский, вот этот русский стукнул, всех соответственно посадили вот этих руководителей и заместителей, но этот русский задание партии провалил и его никуда не посадили, просто отстранили за то, что он умел хорошо стучать, а больше ничего не умел. Вот такая вот история о достижениях российской космонавтики, поэтому друзья поздравляю вас с еще одним днем, он приближает Украину к победе, сейчас мы помогаем нашей украинской армии на ремонт дрона старенького, редкого, который сложнее ремонтировать, но очень важного дрона для очень важного подразделения, друзья, счет я оставляю под этим видео, с Богом друзья, помогаем украинским солдатам, с Богом до перемоги.